Я представляю слово для лекции Ян Филлеру, президенту Эсминт. Тема «Оказание эндоваскулярной помощи больным с инсультом в Германии». Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь, что меня пригласили выступать на этой конференции. Мне бы, конечно, хотелось приехать напрямую в Москву. 30 лет назад последний раз я был в Москве. 30, 33, 0. И мне очень понравилось, было весело. И я надеюсь, в следующий раз я смогу приехать. Меня зовут Ян Филлер, я из Гамбурга, на севере Германии. Наш госпиталь находится. И мне хотелось бы рассказать вам о логистике вообще того, как организовано лечение пациентов с инсультом в Германии. Этот слайд вы уже видели, его показывал Питер Визимский. И здесь показана ситуация с тромбектомией в Европе в 2016-2017 году, сколько вмешательств было проведено. Сейчас ситуация несколько изменилась. То есть это было просто обследование такое неофициальное, которое я провел несколько недель назад. И здесь вы видите, что по цифрам уже очень большая разница. Вот в Великобритании меньше, в Германии намного больше вмешательств проводится. Если все это рассчитать верно, то у нас 10% всех пациентов с ишемическим инсультом проходит с тромбектомией. По крайней мере, в прошлом году так было. И я принимал участие в дискуссии вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, доктором Савелло. И вот я был впечатлен теми цифрами, которые вы показали по количеству вмешательств в Москве. Вот вы видите, это количество совпадает с таковым в Швеции. Но это, конечно, понятно, что все в больших городах. И я думаю, что организация помощи пациентам с инсультом зависит от того, что вы хотите добиться. И обсуждая вот эти модели, мы должны четко понимать, чего мы хотим добиться. Наша цель – предоставить лечение всем пациентам с ишемическим инсультом, чтобы все получали помощь, либо мы хотим ограничить воздействие только группой пациентов, где мы ожидаем хороший результат. Вот мы должны четко обозначить цели и задачи и понять, сколько случаев мы можем обработать. Москва – огромный город, и вполне возможно, что крупные инсультные центры, они просто перегружены количеством пациентов. И если мы оптимизируем транспортные услуги, то есть доставку пациентов в эти стационары, переспределение пациентов между центрами, и этот вопрос тоже недавно поднимался на предшествующем заседании насчет страховых покрытий и бюджета. И понимая, что Россия – огромная страна, понятно, что не всегда можно сразу и быстро довести пациентов. И мне такое складывается ощущение, как человек со стороны, что Российской Федерации, вот это цифры из статьи, я взял это где-то полмиллиона шимических инсультов в год, то есть получается 54 тысяч тромбоктомий должно проводиться в России только по всей стране. И понятно, что Россия, тут разные есть территориальные округа, и есть густонаселенная европейская часть страны, и менее населенные регионы другой части страны. И если мы посмотрим на плотность заселения в Европе, вот в Гамбург, где наш стационар находится здесь, это густонаселенный район, и перед нами стоит целый ряд разных задач. И вот если мы сравним Москву с этим, вот эта цифра, которую я получил от недавно опубликованной статьи, население Москвы – 12,5 миллионов человек, понятно, что организовать помощь такому количеству человек довольно сложно. Но я поздравляю вас с теми растяжениями, которые у вас уже есть, конечно же. И вот я показала здесь город Гамбург, это река Эльба, и вы видите, сколько человек здесь живет, это плотность заселения. То есть похоже, что это как бычий глаз такой, и там, то есть это такой центр, где населения достаточно много. Это недавние данные разные районы в Германии, и зеленым показаны те территории, где принимают пациентов из других областей. А оранжевым показаны те области, которые как бы экспортируют пациентов, направляют пациентов. Вот Гамбург, видите, он зеленым цветом. А то, что показано оранжевым, это зоны притока пациентов. То есть оттуда пациентов прибывают к нам в Гамбург, и Гамбург, он как бы собирает пациентов из других территориальных округов. И вот так построена наша федеральная система. Какая проблема? Какую проблему нам надо решить? То есть у нас пациент, ангиооборудование и обученные специалисты. Все это надо ввести выявлено. Как это сделать как можно быстрее? То есть пациенту поставить на визуализацию, и потом сразу на межальство. То есть я не знаю, вот у нас есть несколько моделей решения проблем. То есть это как бы основной корабль и шлюпки, которые к нему подводят пациентов. Вот давайте посмотрим вот короткое объяснение, что это такое пациента, инсульт, и его сразу направляют в сационар. А если другая модель, то его отводят в местный сационар, ему проводят сентривенную терапию, и после этого перенаправляют в специализированный центр. И вот в третьем перенаправлении, то есть когда в цепи завершено несколько учреждений, получается, что на полчаса пациент получает учение позже. Это анализ физических исходов. И вы видите, здесь значительных различий нет по исходам. Вот вы видите, пациент, который везет через всю пустыню Сахару, и 30 километров человек выдержал для того, чтобы получить лечение. И вот в России, наверное, сравнимые расстояния. Кстати говоря, во Франкфурте его пролечили. Результат не очень, конечно, был оптимальный, но интересно было, что пациенты смогли довести на такое расстояние. И что говорят нам рекомендации по поводу всего этого? Ну, в таком случае отсутствует доказательство того, что одна организационная модель показывает себя лучше, чем другая. Вот прямое направление пациентов интересно в Москве, то есть в крупных городах, когда время перевозки пациента меньше 30-45 минут, это может сработать. А через второе звено, через промежуточное звено, это в других регионах. Но нам повезло, вот я поступила недавно новую информацию, мы получили информацию из исследования RaceCat, это не было проведено в Каталонии, и в Испании пациентов рандомизировали на несколько групп, либо сразу на тромбектомию в стационаре, либо на тромболизис в местном стационаре, и, соответственно, количество баллов, видите, больше 4, и было включено более 1000 пациентов, точнее 1400 пациентов было рандомизировано в этих группах. Очень сбалансированы были группы, и клинические исходы были, я пропущу, что разницы не было в этом. Поэтому первое внутривенное или напрямую нет, к сожалению, различных с двумя методиками трип и шип, которые они делают. Дело по сути, что можете что угодно, любые мероприятия привозить, но вопрос, какова применимость, помимо этого клиники вашей, если вы так привыкли от этого, можно ли это применить ко всему региону, к вашему региону, к моему региону? Сложно ответить, потому что, когда у вас есть своя физическая система, а затем вот эти исследования, которые вы вполне возможно слышали, нужно ли нам возможность проводить решательства на этом периодном модуле, в матер-шип так называемом? Мы, получается, не делаем этого, когда пациент поступает напрямую к нам в эндоваскулярный центр, и мы воздействуемся от решателей с эндоваскулярных, и пока что не будет в качественных данных, мы работаем над руководством на основе результатов вот этих четырех исследований, которые были уже опубликованы, и пиады, которые на подходе, где закончился набор пациентов, но результаты, естественно, пока не опубликованы. Когда это тоже будет опубликовано, мы на основе их выработаем руководство, можете ли вы не приступать к внутривенным манипуляциям или ждать. Следующий подход – это так называемый «дрип» и «драйв». Что это значит? У вас удаленная клиника, где нету возможности службы все время, но если случается инсульт, вы можете туда пациента подвезти, если ваша не была. Вы туда подвозите так одновременно. В одной скорейте идет скорый пациент, а в другой ездит врач. Вот в нашей клинике мы сами обслуживаем вот эту сеть, и мы на машине добираемся до вот этих клиник. Это в радиусе 50 километров от нас требуется час, что, ну, с учетом, конечно, трайфа, задушенности улицы. Мы делаем это с нашими партнерскими клиниками. Мы разработали очень подробный контракт. Это говорили, кто что обслуживает. Это организовано так. У них просто уникально. У них прекрасный невролог в штате, прекрасное оборудование. У них прекрасная потом реабилитация. И вот результаты. Время от КТ до, собственно, уже до самого РИЗА, то в той группе, где мы делаем, мы туда на такси буквально заезжали. То теперь мы, конечно, используем не такси, а мы используем, конечно, для каких-то экстренных, чтобы нас довозили. Но разница такова, что подход Дриппен Драйв, если они сами ездят, вместо того, что они нам встали своих пациентов, под капельницы вместо этого, два часа, получается, в Гидельберге. А в Гидельберге тоже это сделали. Вот точно так же. Тоже такая же экономия времени. И может это сделать и в Гамбурге. То есть 18-18, когда мы сэкономили, это всегда оказывает очень похожие результаты. Это полтора-два часа экономия времени, только за счет этого подхода. И они в Индии тоже переняли этот подход. Я наружу в Петре. Вот так называемый Волк с инсультом. Он сам на мотоцикле, видите, разъезжается на мопеде по клиникам. То есть действительно настоящая вонь. Каковы клинические результаты? Мы вышли несколько недель назад от работы вместе с коллегами из Гидельберга. Это перспективное исследование. Похоже, что этот Матершип-переход в передвижной модуль лучше работает. Но с учетом корректировки всех факторов во всех группах, тогда разницы, честно говоря, не выводят никакой. Клинические исходы очень похожи во всех трех группах. Похоже, что при восходе Дрипп и Драйв, то есть поставить на капельницу, отправить пациента на скорой, все чуть побыстрее мы успеваем. Но в реальности на больших данных не обнаружили больших таких отличий. То же самое экономия времени, та же самая выгода. Но проблема состоит в том, что все состоит в зависимости от того, как у вас все организовано. Прекрасная вот Калгурская группа, они сделали симуляции, то есть концентрное моделирование. Они пытались на компьютерном моделировании понять, какой лучший метод. Ну, они разные дали сначала допущения, вот такой, в горе, мы отработали. Вот это, например, они сделали компьютерное моделирование для Гамбургского региона. Населено написано, лучше, если мы будем с этим матерским передвижным модулем. Если пациента в эндовоскулярной центре 6 в нашем регионе, в Гамбургер на 6 центрах выполняет ромбектомию, а здесь жило население от 1 миллиона 800 тысяч, у нас крупный такой регион. А с учетом всех этих, это будет 4 миллиона. Вот это Дрипп и Драйв, где мы пациента на капельницу отправляем в другой стационар. А вот это Дрипп и Драйв, но это зависит от разных допущений, которые мы делаем. Вот это исходное допущение, а вот это, если у нас будет задержка, заставка другой центра. Если Дрипп и Драйв ушел, тогда лучше Дрипп и Шипп от. А если у нас перегружена и трансферная клиника, например, как наш центр Экстен, мы не можем справиться с потоком со центров, тогда лучше перенаправить в другой стационар. То есть все зависит от конкретной ситуации, а если мы совершенно передоходимы, то тогда нет какого-то единого ответа, который будет всегда хорош для всех. Ужасная, конечно, информация. Для разных регионов все по-своему. Более того, не только от регионов зависит, а от времени суток. Шесть часов утра, Дрипп и Драйв, как я считаю, с лучшими трансферами, всех свозят в Гамбург. Это лучше, чем другие люди, которые взвозят в Гамбург. А вот три после обеда дело обстоит совершенно наоборот. То есть наоборот. Не надо все в Гамбург, потому что все из города едут, нам надо в противотоке ехать. Поэтому нам нужно подумать об этом. И самое последнее, что я хотел сказать, что у нас там есть такой телементор, это называется как Международная Коскопская станция, где есть удаленный центр управления. Если у вас коллега, например, в другой клинике, кто сталкивается с травмами у себя в стонаре, вы можете через телемедицину подключиться и его консультировать, например, с нашего центра. То есть у нас есть камера включена, с ним работает, с очень высокого разрешения оборудования. Мы используем это для Тегус. для медицинских наставников, для программ обучения, тренинга и опытные врачи, которые будут назначены наставниками. Они будут наставлять молодых людей и будут подсказывать, особенно если будут программы проблемы. Мы это протестировали и получили. Очень большой интерес по Твиттеру. Вот здесь у нас была трансляция. Вот здесь у нас программа Esmond, которая здесь сейчас. И мне кажется, мы очень взволнованы, очень рады эти программы, особенно сейчас, во время ковида. Возможно, связаться с коллегами, хоть в США, хоть в Европе, в других центрах. Они могли научить нас каким-то процедурам, потому что вывезти у нас вперед, идет Россия в часовом времени. Вы нам можете помочь, какими-то процедурами. То есть, в действительности, это очень хороший способ переселиваться коллегам. Заключите, метода Mothership vs. Drip&Ship, это предвижной модуль, она, мне кажется, лучше. Все зависит, конечно, от нескольких допущений, которые вы помните. Вот этот подход к компьютерному моделированию, он показал, что это может быть применимо также и к вашему региону. Подход Drip&Drive, когда пациента грузят, вернее, врача привозят. Вы помните, вот этот человек в Индии, кто на лапиде разъезжает, который сам едет, а мы, например, на метро и на машине, ну, два часа экономного времени. Это очень интересно. И удаленная поддержка через онлайн-стрим, это во время ковида у нас очень ускорилось, освоение этой технологии. Поэтому это очень важно, очень важно. Благодарю вас, уважаемые коллеги. На этом заканчивается мой доклад. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Благодарю вас, уважаемые коллеги.